Итак, продолжим нашу с вами тему по составлению эффективного гардероба. Гардероба мечты, в котором все сочетается, все нам нравится. И поговорим о поясных изделиях. Как мы договорились, поясные изделия это все, что мы носим внизу. Это джинсы, брюки и так далее, юбки и плечевые изделия. И это все, что мы носим сверху. Это майки, топы, биджаки и так далее. В идеале, та конструкция, которая должна, тот ассортимент, скажем так, который должен присутствовать в вашем гардеробе, сейчас указан на экране. Это две пары юбок, две пары брюк, пара джинс. Кстати говоря, в брюках и джинсах есть один нюанс. Нам надо сразу, чаще всего, кроме отдельных моделей, будет решить, носим ли мы это под каблук или без каблука. В зависимости от этого мы выбираем себе длину. Не ко всем брюкам это относится. Мы будем проговаривать отдельные моменты. И начнем мы с классики. Это брюки-сигареты или брюки-дудочки, которые являются самой-самой-самой базовой моделью. Впервые их надел, кстати, интересный факт, Элвис Пресли. И постепенно это входит в нашу ежедневную моду. Сначала мужскую, потом женскую. И чем отличаются. Мы сейчас видим на экране, конечно же, очень яркую модель. То есть за счет рисунка не всем она подойдет. Для кого-то они могут быть вполне и базовыми. Но, конечно, если говорить по классике, то если бы они были не такие ярко принтованные, они бы были более базовыми, более легко комплектуемыми с другими вещами. Их отличительная черта это чуть-чуть, они либо прямые, либо чуть зауженные, заканчиваются в районе щиколотки. Бывают они чуть укороченные, чуть удлиненные. Укороченные, конечно, не всем нравится, потому что у нас открывается щиколотка, зимой холодно. Но в целом это очень удобно. То есть это как раз та модель брюк, где вам не нужно учитывать, с чем вы собираетесь относить. Будете ли вы носить это с луками, или вы будете носить это с плоским ходом. Здесь и то, и то окей, длина от этого не изменится. Очень красиво смотрится, когда слегка, вот посмотрите, как здесь, слегка, чуть-чуть выше щиколотки. Это облегчает силуэт в целом, то есть когда мы показываем узкие места. И чуть проще это будет тогда в носке именно с обувью разнообразной. Потому что бывает вот в этом месте, какая основная проблема этих брюк, стыковка с обувью проблематична. Что можно сделать? Можно ваши брюки летом носить чуть длиннее, если они короткие, вы можете просто сделать внутренний подворот, зафиксировать и зимой, например, носить их чуть короче, вот с такими ботильонами. Абсолютно такая вещь, подходящая на разные типажи, и возрастные, и фигуры. Ну, сами понимаете, клетка вот в зоне бедра очень расширяет, поэтому, конечно, если галифе или округлый, не очень хорошо подойдет. Брюки палаццо. Красивое название. Основная идея этих брюк – это брюки на талии с очень широкими, прямыми от бедра, брючинами. Когда вы стоите просто в спокойном состоянии, ноги вместе, будет казаться, что это просто юбка, а не брюки. Это такая альтернатива на и переходная модель от брюк, откровенно, да, таких дудочек прямых, к юбкам. Есть, помимо всего прочего, типажи, такие фигур и строение ног, которые не могут себе позволить носить брюки-дудочки, потому что, например, широкое колено, широкая икроножная мышца, да, просто, в принципе, широкие ноги, не очень комфортно. Может быть, не хочется все показывать. Вот такие именно широкие брючины скрывают все, и мы не понимаем, у нее вот здесь есть галифе, нет галифе. Да, то есть, какое колено, какая икра. В целом смотрится очень женственно, потому что брюки все-таки более такой, приходят к нам из гардероба мужского элемента одежды, а палаццо они все-таки более женственные, потому что, ну, сложно представить себе такой фасон брюк, да, в мужском гардеробе. Особенно, если они выполнены из такой струящейся ткани, при движении они будут двигаться, создавать такой более расслабленный, более романтичный образ. Брюки могут быть еще шире, они могут быть прямо очень широкими, да, но это уже будет не очень удобно, но зато очень красиво. Можно ли отнести их к базовому гардеробу? В целом, палаццо, когда появились в моде, они были такие ультрамодные, потом они постепенно остались в базовом гардеробе, сейчас их можно назвать базой. Единственное, что для базы здесь не хватает, это вот нужно было убрать вот эти карманы, накладные, которые, безусловно, будут создавать дополнительный объем, они будут привязывать к себе визуально. Как мы и говорили, любой тканевый пояс можно заменить на кожаный, да, то есть здесь может быть не обязательно этот ремень, но и любой другой, и уже будет другое настроение. Брюки-кюлоты, брюки непростые, они не обязательно такие веселенькие по расцветке, это брюки на талии, где-то 7,8 длина, широкие от бедра. Я бы назвала их хулиганские брюки, они, конечно, совершенно такие вот в таком прочтении, они не базовые, совершенно точно, очень интересный принт, да, который, конечно же, не каждый психотип наденет. Если мы хотим все-таки включить их в базовый гардероб, то ухватилось бы просто однотонную модель взять. Что тут можно сказать? Это тоже альтернатива юбкам или брюкам, да, то есть, например, для офисных девушек это часто альтернатива брюкам-дудочкам, надоевшим юбкам-карандашам, но они будут однотонные, из более такой спокойной ткани. В целом, брюки-кюлоты вот так вот сходу забежать в первый попавшийся магазин и купить и убежать, это не так уж и просто, то есть, да, не надо, как сказать, опускать руки, если вам первые две модели не подошли, это брюки, которые действительно нужно намерить. Они не базовые, возможно, они в гардеробе будут не первыми, но они могут быть третьими в том случае, если вы хотите разнообразить и готовы на что-то такое. Леггинсы, базовый гардероб, да, которые очень часто сейчас встречаются в исполнении из эко-кожи. Удобно, особенно, мы помните, говорили с вами про платье-свитер, очень можно хорошо комбинировать с удлиненными свитерами, с платьями-свитерами, с удлиненными рубашками, с жилетами и так далее, и так далее, да, в зависимости от типажа фигуры. Базовые вообще нет никакой фурнитуры, то есть, можно и с кедами, а можно и с какими-то спагами, и с ботинками, ну, то есть, тут масса вариантов. Можно даже с угами, если вы за городом, да, в городе уги, конечно, уже как-то так не очень актуально, а за городом почему нет? Брюки-карго отличаются огромными карманами по бокам, вот они у нас здесь, и видите, такая необычная завязка. Здесь они выполнены еще из такой плащевки, очень такой элемент спортивного гардероба для походов, для прогулок, для каких-то, возможно, поездок на природу, каких-то походов, восхождений, да, у кого какие увлечения. Как вы понимаете, мы уже с вами видим необычный крой, мы уже видим необычные карманы, необычную завязку. Тем самым мы понимаем, что вещь не базовая, и они не могут быть первыми, и нам придется думать, с чем мы собираемся это носить. Предмет одежды, без которого вообще уже сложно представить гардероб, очень такая интересная статистика, что вообще у среднего американца минимум 7 пар джинсов в гардеробе. И что примечательно, ведь очень долгие годы джинсы считались спецодеждой, да, и только в 50-е годы вообще само слово появляется джинса, в моду вводит компания Levi's, точнее Levi's их начинает очень активно производить, и, собственно, в 50-х появляется слово джинсы, до этого джинсы называли спецодежда. И сам основатель, кстати, компании Levi's Strauss никогда не носил джинсы, что интересно, да, он считал, что это одежда для рабочих. Но впоследствии джинсы входят в моду, этому способствуют на течение хиппи, да, и они у нас бывают разные, узкие, широкие, прямые, расклешенные, короткие, не очень, на что обращаем сейчас внимание, очень важно, чтобы джинсы на вас идеально сидели и были, конечно, современными по крою. Вот такие джинсы можно считать однозначно базовыми. Вытертость здесь очень минимальная, так же, как и вот эти вот протертости почти дырочки, да, очень все минимально лаконично, то есть они будут смотреться и с туфлями, лодочками, с какой-то блузой, с жакетом, и со смокингом, да, и с футболками, и с джинсов, ну, то есть разные варианты. Можно даже надеть в пятницу в офис, вне строгий, где это можно. Но часто встречаются в гардеробах клиентов устаревшие модели, как понять, во-первых, мы не носим джинсы на бедрах в стиле Бритни Спирс, когда вы садитесь, все видно. Такие джинсы мы из гардероба выкидываем. Оставляем джинсы с так называемой нормальной посадкой, да, то есть нам важно вот это вот расстояние, да, глубина посадки, да, то есть это где-то либо нормальная, где-то, тогда, да, то есть вот бока должны быть вот здесь спрятаны, и когда вы садитесь, ничего не должно быть видно. Либо вообще на талии, если вам это идет. Более того, часто бывают такие, знаете, вот минимальные какие-то детальки, вот, например, здесь как будто отрезали ножницы. Маленькая бахрома, как будто вот здесь раньше носили с заворотами, остались как будто такие полосы. Вот такие маленькие детали придают образу современного звучания и делают чуть-чуть более расслабленным, да, чтобы не было строго и не было слишком просто. Юбки-карандаши, безусловно, основа гардероба многих женщин, они бывают разные, из разной ткани, разного материала, что сейчас примечательно. Вот такая вот длина совсем такая, чуть выше колена, да, вот на два пальца выше колена, такая длина ушла из моды. Юбка-карандаш сейчас хорошо смотрится, либо если она еще короче, да, то есть такой вариант юбки, ну, не совсем мини, да, но стремящаяся к ней, либо уже удлиненная, но прекрасно понимают девушек ростом метр шестьдесят, например, да, которые говорят, ну, на высоких это хорошо, это действительно так, а длина больше подходит девушкам высоким. Но если у вас рост не позволяет, либо вы носите это с высоким каблуком, и это здорово смотрится, более того, сейчас есть модели с разрезами, да, чуть больше воздуха появляется, свободы, либо мы носим не два пальца над коленом, хотя бы два пальца под коленом, да, то есть у нас идет мода, либо они укорачиваются немножко, либо удлиняются, но зато благодаря юбке-карандаш, посмотрите, какие бесконечные ноги, потому что юбка-карандаш, опять же, юбка, которая и заниженная, и два пальца выше колена, вот этот вот, да, который, кстати, очень круто делит фигуру в минус, да, и уменьшает ноги, убираем, она должна быть на талии, и там уже по длине, в зависимости от пропорции вашего роста. Юбка-трапеция, прекрасная альтернатива предыдущей юбке, в том случае, если вы можете показать ноги, более того, кстати говоря, зимний период времени, холодное время года, это прекрасная возможность носить подобные юбки для девушек, которые не могут позволить себе их носить летом. Объясню почему, потому что зимой к этим юбкам мы будем добавлять плотные колготки, матовые, что-то типа, как продается в Калзидоне, это 30 ден, 50 ден, которые очень хорошо, да, там скрывают какие-то недостатки, позволяют вам носить эти юбки зимой. Это могут быть еще и высокие сапоги, это могут быть ботинки на шнурках, это могут быть ботфорды, это могут быть какие-то высокие сапоги. Тем самым, если вам некомфортно носить летом, потому что там непонятно, да, то ли колготки надевать, то ли не надевать, но тогда голые ноги. А вот в сезоне, в таком вот более холодном, это очень здорово смотрится, покупаете просто длинную верхнюю одежду и, да, наслаждаетесь. Здорово подходит девушкам, кстати говоря, у которых может быть даже округлый тип фигуры, не очень выраженная, например, бедро галифе, почему? Потому что, опять же, талия, удлиняем ноги, и у нее есть вот, да, расклешение, все-таки она не прямая, а значит, она лучше сядет, как по типу А-силуэта, да, на такие фигуры. Что нам говорят тренды насчет юбок? Вот то, о чем я вам говорила, удлиненный немножко фасон юбок сейчас появляется, мы говорили с вами о том, что это могут быть чуть-чуть короче, да, не обязательно ровно такой длины. Юбки прозрачные, здесь, конечно, у нас экстремальный пример, да, то есть, каким образом еще можно носить такие юбки? Например, вы можете носить те самые кожаные леггинсы, сверху носить сетчатую прозрачную юбку, какой-то топ-рубашку, да, и так далее. Это может быть нижняя юбка. Вспоминаем, как ходили наши бабушки, они носили вниз всегда платье-комбинацию под другие платья. Сейчас такие платья-комбинации стали продаваться в магазинах, я даже в Эчендеме видела, и Ольша, и Интимисиме, по-моему, да, то есть такие платья просто на бретельках, однотонные, черные, и у вас будет, как нижняя юбка еще одна, здорово смотрится, необычно, попробуйте. Кожа, которая шагает по планете огромными шагами, из кожи делается все, шорты, брюки, юбки, плащи, платья, чаще речь идет про эко-кожу, да, потому что кожа, во-первых, растягивается, ее очень сложно вернуть в обратное состояние, кожа очень капризная по уходу, если вы на нее, не дай бог, что-то капнули, это только химчистка, причем срочно бежать, и то не факт, что выведется, если что-то, какое-то сложное пятно. Эко-кожа, прекрасный экологичный материал, который можно стирать, тряпочкой смахнули, сами понимаете, для какого психотипа это отлично подойдет, безусловно, это подойдет для естественного, для людей, которые очень динамичные, плюс кожа это дорого. Но в целом кожаные юбки прекрасное решение в том случае, если вы хотите фактурной разбравить свой гардероб. Ну, например, что у вас может быть? Это может быть лаконичный образ, юбка-карандаш и рубашка. И все, больше ничего не будет. Но юбка-карандаш у вас будет, например, из кожи, какого-то вот такого хвойного, допустим, цвета. У вас будет совершенно базовая блузка, может быть, даже такого же цвета или белого. Но просто за счет только того, что у вас именно кожа с хлопком или, например, кожа и кашемир, уже будет смотреться очень интересно. Сейчас очень тоже актуальны юбки миди с запахом. Очень женственный вариант. Они могут быть из разных тканей. Немножко мир устал от очень такой закрытой моды. Долгое время была мода очень закрыта. Закрытые глухие длинные юбки, глухие длинные платья. Появляются разрезы. То есть здесь больше динамики в этой юбке. Иногда может появляться нога, когда вы там садитесь, присаживаетесь, юбка начинает открываться. Тоже для того, чтобы сделать образ современным, носить с интересными объемными свитерами. Это тоже будет смотреться здорово. Юбка-плиссе, которая входит в тренд каждый год. Да, то есть, конечно, сама по себе идея юбки-плиссе, так же, как брюки-дудочки, клетка и так далее. Вот есть какие-то вещи, входящие в моду, которые, ну, просто незыблемая классика. Что меняется? Меняется ее длина, меняется материал, из которого она сделана. Сейчас много юбок-плиссе из эко-кожи. Опять же, не всем это подойдет, но тем не менее. Меняется, безусловно, цвет. Оранжевый цвет попробуйте, да, в 20-м году. Это будет на пике популярности. Оранжевые оттенки, такой цвет морковный. Пробуйте, это ярко, это сочно, это необычно, это привлекает внимание. Еще можно пробовать не плесе, а так называемое гофре, да, то есть, когда совсем тоненькая складочка и не создается лишнего объема для девушек, которые, ну, как-то, может быть, либо устали от плесеровок, либо боятся, что она их полна. Юбки и пайетки. Тренд тоже такой очень, в принципе, не новый, уже знакомый нам. Пайетки никуда не уходят из моды. Более того, консервативно настроенные девушки, которые решили, что пайетки – это только Новый год, это только мероприятие, это не так. Очень здорово. Кстати, представьте, что это может быть платье. Мы же не знаем, это юбка, может быть, это платье там вот на тоненьких бретелечках. Что мы делаем дальше? Мы носим с обычными объемными свитерами, с футболками, с джинсовыми рубашками. Да, то есть мы продолжаем, мы внедряем эти пайетки в каждый день. Вот это сочетание простого и сложного, роскошного и такого более дешевого. Очень современно звучит. Это могут быть даже обычная белая футболка, плюс белые кеды или кроссовки, джинсовая рубашка, но юбка будет центром вообще вашего комплекта. Виниловая такая, вот винил вообще в целом уже был в моде, потом он ушел, потом он вернулся. Очень сложный материал. Если вы натуродерская, если вы драматичная, то почему нет? Пожалуйста. Вот, кстати, та самая длина, про которую я вам говорила. Если вам не идет очень длинная юбка, выносите вот приблизительно такую длину. Она смотрится и актуально. Обратите внимание еще на ряд клепок. Это тоже достаточно актуально. Да, вы можете купить юбку даже джинсовую такой длины, с клепочками вот такую на талии. И это будет смотреться актуально в том случае, если вы не можете носить очень длинную юбку. Кардиган тоже. Посмотрите, то, о чем мы уже с вами разговаривали. Да, это на пуговицах, а-ля кофточка на пуговичках, но свобода в ней есть, яркая, да, совершенно другой фасон. То есть мы видим, что это вещь современная. Юбки с накладными карманами. Вообще сама идея карманов вот этих больших входит в моду буквально там несколько лет назад. Сейчас становится, да, ее становится больше и больше и больше. И непростая. То есть мы понимаем прекрасно, что если даже юбку в пайетках мы можем увести в базовый гардероб за счет лаконичного кроя, за счет того, что она похожа на юбку-карандаш. Если юбку-плессировку мы можем увести в базовый гардероб за счет того, что это предмет классического гардероба, то юбку с такими большими карманами, ну, вряд ли, да. То есть плюс мы понимаем, что очень много типажей женщин просто не сможет ее носить в силу фигуры. Да, то есть, ну, как бы будет очень сильно расширять. Однозначно не базовая вещь. Мы с вами проговорили очень много про базовые вещи. Я уверена, что отложилось, да, что это такое. Будет, да, более понятно. И мы с вами уже договорились, что это основа основ, что на этом строится все. Вот чтобы просто, знаете, перестать постоянно покупать вещи, вот, знаете, вы как будто начинаете быть зависимыми от вещей. Потому что если вы покупаете каждый раз очень дешевые, очень простые базовые вещи, ну, например, ну, я не буду покупать свитер из Кашемира за 5 на распродажу. Пойду вот там вот лучше возьму за 1200 из акрила. Что происходит дальше? Этот свитер, который вы купили из акрила, если бы он был из Кашемира, из шерсти хорошего качества, вы бы его носили год, два или три. Вы бы его комплектовали с массой вещей. Этот свитер из акрила умирает на следующий год, а может быть даже, скорее всего, раньше. И что происходит? У вас опять начинается паника, надо купить. Вы тратите силы, вы тратите время, вы тратите деньги. Да, вы сэкономили тогда. Но что происходит? То есть у вас, знаете, как вот слоеный пирог этих проблем появляется. Вместо того, чтобы создать себе базовый хороший гардероб года на три вперед, вы начинаете, вместо того, чтобы уже вот на эту базу покупать стильные вещи, о которых мы сейчас поговорим, ну, думать о каких-то украшениях, вы каждый год возвращаетесь к одной и той же проблеме. И это замкнутый круг. Вот это нужно обязательно разорвать и начать покупать хорошие базовые вещи. Вот про это мы точно, я думаю, договорились. А теперь что такое, что за стильные вещи и что за ультрамодные вещи? Давайте разбираться. Значит, стильные вещи – это вещи, которые вам идут, вам и никому больше, которые вам очень нравятся. Может быть, они не нравятся соседу, маме, подруге и так далее, но они нравятся вам. У каждого человека есть какие-то свои такие эмоциональные привязки, то есть кому-то нравится стиль Востока, кому-то нравится стиль Минимализма, кому-то нравится стиль Гранж и так далее, и так далее. И это делает вас уникальным, потому что если мы будем ходить все время в лаконичном, лишенном фурнитуры, лишенных надписей, каких-то вещах, это будет никак. В этом нет индивидуальности, потому что, помните, базовые вещи лишены настроения, они лишены какого-то какой-то индивидуальности. Стильные вещи добавляют тех самых специй, которых не хватает в базе. Они ситуационные, часто они зависят от ситуации. Иду на мероприятия, иду на вечеринку в таком стиле, еду на две недели, не знаю, отдыхать куда-нибудь на Гавайи, когда никогда не была на Гавайях, но вдруг мне понадобился гардероб на какой-то такой в стилистике. То есть вот они, ситуационные вещи или там еще что-то. Они очень подвижны, они постоянно меняются, меняетесь вы, меняется настроение. Сами догадаетесь, у кого психотипы чаще всего это происходит. Меняются места, в которые вы ездите, компании, в которых вы бываете. И, конечно же, стильные вещи меняются тоже, это здорово. Потому что, если мы вот там решили проблему с базовым гардеробом, то здесь, сейчас, мы не так уж переживаем, что у нас меняются эти стильные. Потому что с базовыми у нас они тоже будут дружить. Они требуют регулярного обновления, потому что, опять же, меняетесь вы, меняется окружение. Да и, в принципе, стильные вещи очень запоминаются. То есть они с характером, они уже такие говорящие про что-то про вас. И чтобы как бы не приелся ваш образ и не было с года в год одинаковым, конечно же, их нужно менять. Именно стильные вещи помогают вам выходить за рамки. Потому что вот как раз зона риска классика в чем? Он в базовые вещи просто практически вливается от до на 100%. То есть он живет в этих базовых вещах. У него часто, у классика нет стильных вещей, нет ультрамодных. И поэтому все нейтральное, спокойное, ко всему подходящее. Но оно может быть качественное, может быть дорогое, все куплено в дорогих брендах, но оно никакое. У романтиков-драматиков, наоборот, очень много стильных, потому что он любит украшать, он разные ситуационные вещи. А базы нет. То есть вот так вот просто даже пойти на работу или не наряжаться, не в чем пойти. Брюк даже обычных нет. У каждого свои перекосы. Слушайте вот эту пропорцию, слушайте, что сейчас про вас, с чем вы будете в первую очередь работать. И у нас остается перец чили, так сказать, вишенка на торт, без которой, знаете, вот действительно вишенка на тортик, без которой, в принципе, и тортик вкусный, и остальных украшений хватает. Но когда ее нет, как-то вот чего-то не хватает. То есть можно было бы и обойтись и без нее, но с ней вот прям идеально закончена композиция. Вот точно так же с ультрамодными вещами. Это тренды сезона, это что-то такое, где вы позволяете себе вот такое хулиганство, где вы позволяете себе относиться к моде, как к игре, как к какому-то способу самовыражения. Например, есть тренды года. Вам не обязательно нравятся все 45 трендов. Вам нравится какой-нибудь один, увиденный принт классный, или ткань крутая, или цвет совершенно потрясающий. Возьмите это, и вот именно в этом году внедрите это в свой гардероб. Если у вас с базой все хорошо, все будет замечательно, потому что любая там ультрамодная вещь встроится в этот ваш хороший базовый гардероб. Приведу пример. Цвет года электрический синий. В прошлом году он там был какой-то другой. В позапрошлых годах он был там, не знаю, фиолетовый, розовый и голубой. Вы берете свой базовый гардероб, и к нему добавляете цвета. То есть вы показываете тем самым, что вы в теме, вы в тренде, вы современная, вы ко всему открытая, но при этом вам не нужно покупать кучу вещей. Вам нужно купить одну и соединить ее с тем, что у вас уже есть. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему нам базовый гардероб должен быть хорошим, потому что мы играемся во все остальное, и три года мы не думаем о том, с чем мы это носим, потому что оно у нас вот там вот лежит качественно, и ждет, как мы еще закомплектуем и что мы еще придумаем. Безусловно, это тот самый гардероб 10%, который освежает, так сказать, базу. Вот если у вас появятся постоянные клиенты, либо вы поработали с собой, вы купили базу, вы купили базу на весну, на зиму, на лето, все куплено. Сразу скажу, что невозможно поменять все за один день, невозможно все поменять за месяц. Обновление гардероба 100% потребует год. Хотя бы год. Потому что вы будете менять лето, вы будете менять зиму, вы будете докупать украшения, ну то есть постепенно-постепенно. И вот если вы, например, сделали базу, все проработали, клиент с вами совходил уже три раза на шопинг, вы все купили. Вот как поддерживать своего постоянного клиента? Как поддерживать свой гардероб? Именно ультрамодными вещичками. Вы идете на шопинг с клиентом и ищите там что-нибудь эдакое, что освежит ее пальто, которое вы купили на прошлой распродаже или там, да, еще что-то. И они, вам нужно найти свой тренд. Например, цвет года не обязательно покупать, в том случае, если он вам не идет. Или его купить, например, в непортретную зону. Не обязательно покупать что-то, бывает вот виниловая кожа, да, ну куда вы это будете носить? Может быть сумка какая-то, может быть серьги какие-то, подумайте, что вам откликается. И вот на этих вещах можно сэкономить, потому что они постоянно меняются, да, то есть вы можете купить это недорого, поиграться, вам надоест и как бы избавиться от этого. Опасность этих вещей, что они очень узнаваемы. Да, ультрамодные и трендовые вещи делают образ, безусловно, запоминающимся. У них всегда интересная форма, необычная фактура, цветовое решение, принты, конструктивные, декоративные линии. Посмотрите на эту девушку, да, как много здесь таких экзотических рисунков. Здесь у нас эпитон, здесь же у нас тигр, здесь же у нас какой-то дракон. Все это объединено, конечно же, оранжевым цветом. Это ультра, супер, сверхтрендово модный образ. Не предлагаю носить то есть это всем. Надо понимать, что это как концентрат здесь у нас, да. Посмотрите, здесь все модное. Розовые волосы модно, острые очки модно, серьги опять к нам вернулись из девянос...